Фильмы «Духа огня» покажут в Лондоне, в Центральном кинотеатре на Пикадиле. Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказала Мария Зверева. Вице-президент кинофестиваля очаровала всю съемочную группу своей душевностью и преданностью дела. К «Духу огня» она относится как к ребенку, к слову, уже довольно взрослому, который дебютировал на балу и повлиял на души многих людей. Интервью Марии Зверевой о химической лаборатории кинорежиссеров, лучших фильмах фестиваля и моде. Смотрите в нашей рубрике «Гвоздь программы». Мария Зверевна, вы с «Духом огня» буквально с самого рождения кинофестиваля. И в этом году 17-й «Дух огня» вы вывели в свет, вывели на бал, на первый. Вы сами так выразились. Как прошло все на Берлинском кинофестивале? Как прошел первый бал? Мы очень довольны, мы волновались, честно говоря. Потому что одновременно на таком огромном Берлинаре происходит каждый час, происходит очень много разных мероприятий. И удастся ли нам собрать у себя профессиональную публику, нам же не нужны были просто вот кто угодно. Нам нужно было, чтобы к нам пришли люди из индустрии. Кинематографисты, прокатчики, продюсеры, дистрибьюторы, те, с кем мы работаем. Ну, я считаю, что у нас прошло замечательно, у нас было очень много гостей. У нас прибавилось, я считаю, друзей в фестивале. Тем более, что мы все люди визуальные, поэтому словам никто не верит, а верит картинке. Особенно мы, телевизионщики. Какие телевизионщики и кинематографисты. Поэтому можно сказать, там замечательно, ну, рассказывайте. Ну, вот два дня уже, получается, дух огня по Востоку путешествовал, в Лангипасе, Мегионе. Говорят, что там полное зало собирали, фильмы. Да, я надеюсь. Мы всегда стараемся программу подобрать сбалансированно. С одной стороны, фестивальное кино традиционно, это все-таки новаторское кино. Это как бы то... Вы знаете, вот про это можно сказать, как про очень насыщенный химический раствор, который довольно трудно употреблять. Но человек, который его изобрел, потом приходят другие художники, берут по ложечке, разводят водой, и тогда зритель уже доволен. Но смотреть надо и то, и другое. Мы стараемся, чтобы было и вот фестивальное кино, достаточно трудное для массового восприятия. Но мне кажется, мы в Хантамансийске уже вырастили за 16 лет публику, который может смотреть и такое достаточно сложное авторское кино. Но всегда включаем в программу и что-то, что порадует всех зрителей. Вот фильм «Закрытие», да, получается? Да, фильм «Закрытие». У нас и в программе есть, у нас даже в конкурсной программе и в международном конкурсе. Например, индийская картина, она очень у нее хорошие прокатные цифры. 17-й кинофестиваль вышел на бал, показал себя во всей России. Берлинарец замечательный. А 18-летний, 18-й кинофестиваль. Что вы для него приготовили, уже думали? Пока еще не думали. Я знаю, что мы будем расширяться, потому что, например, в конце нашего презентации в Берлине мы пришли к соглашению, что мы каждый год будем в Берлине делать эхо-фестивали. Мы уже делали в Москве, делали в Екатеринбурге. Это будет продолжаться. Но мы расширяемся за границу. Значит, вот с этого года у нас будет Берлин и, думаю, что Лондон. Потому что с Лондоном мы тоже договорились с кинотеатром на Пикадиле, в самом центре, очень хороший кинотеатр, у которого есть публика, которая хочет смотреть русское кино. Но вот интересно, мы в Берлин повезем победителей и русского, и международного конкурса, а лондонцы, например, хотят только русские картины. Именно конкурсную программу, да? Нет, победителей мы повезем. А, победителей. Один-два фильма. Ну, эхо обычно так и делает. Ну, кроме того, у нас же, кроме конкурса, еще есть боковые программы, которые я тоже считаю, что надо смотреть. Мой любимый фильм прошлого года, это совершенно личное. Вот всех призываю пойти посмотреть. Он называется «Знаешь, мама, где я был?». Это фильм Резо Габриадзе прекрасного. Вы его помните, как сценариста Мимино, и масса любимых всеми картин. Это анимация. Вот я считаю, что это час счастья для всех, кто придет. Потому что вы будете и плакать, и смеяться. А это вот такой прекрасный вариант кино. Его негде посмотреть, поэтому я считаю, что приходите. Спасибо большое, обязательно. И вот радостно оказалось, что я не одна так думаю. Вчера было заседание Президиума Академии Ники, и выяснилось, что он вошел в шорт-лист анимации, в три лучших фильма. Надеюсь, что и победит. Дух огня меняется с каждым годом. И вот новинка прошлого года, которая перешла в этот год, это лекции Академии Арзамас. Но насколько я знаю, создательница этого проекта, ваша дочь, Анастасия Чухрай, как произошел этот семейный подряд? Вы сами предложили? Или все-таки Анастасия? Нет, это никакого вообще ко мне отношения не имеет совершенно. Арзамас растет, и у них уже под миллион подписчиков. Они, мне кажется, очень удачный проект. Я очень горжусь, что они делают. Это благотворительный проект, он бесплатный. Как вам сказать, главной идеей была идея равных возможностей, потому что мы говорили о том, что московские дети, и началось с детей, а потом оказалось, что вовсе и не дети, имеют шанс слушать лекции и заниматься с репетиторами самыми блестящими, какие есть. Хочется, чтобы бесплатно такой же шанс получать образование был у людей всюду. Я очень рада, что я смогла привезти их, что Хантамансийск пригласил, и они делают программу здесь. В Москве в библиотеке Ленина и в музее Фатриотиковки они сейчас народу полно, поэтому имейте в виду, что это такой вот... Это образовательный проект, но живой. Уникальный проект. Да, можно быть нескучным. Можно, слушая про умное... И вообще, я вам скажу, модно теперь быть умным. Модно. Вот уже не модно надеть на себя много цацек, а модно иметь возможность поддержать разговор об умном. Так что не упускайте шансы. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.